всем привет это подкаст uweb design сегодня 23 февраля праздничный день выпуск номер 26 всем привет всем привет громкие темы даже сегодня ты как-то есть интонацию вниз всем привет в общем да http 2.0 обсудим вот этот черновик финальный который они там сказали что готова обсудим как лучше быть в профессионалом и посмотрим акценты с и о с и о стратегии 2015 года погнали ну ты никита не забудь что у нас сегодняшний подкаст 3 уже который проходит при поддержке смарт-тейп хостинга отличного лучшего в мире а я этому зачитаю нас акция даже есть небольшая но я конечно помню и вам напоминаю что 20 до 28 февраля всего лишь это осталось пять дней вам ребята можно заказать себе безлимитный хостинг и получить 50 процентов скидку на первые полгода самое главное зарегистрироваться нужно по ссылке в описании которые мы приложим в личном кабинете в разделе товары и услуги в подразделе безлимитный хостинг нужно нажать на кнопку заказать в поле промо код ввести uweb design 50 процентов 6 м анлим шесть манта и указать какой-нибудь период оплаты ну естественно больше чем шесть месяцев конечно естественно спешите попробую сразу три года указать да как некоторые люди доступные очень цены отличная поддержка даже ночью отвечают и в принципе любые проблемы решают как бы я думаю что ночью это самое важное что должно вообще делать поддержка отвечать после рабочее время за два года у нас один раз тот этот шарит сервер по моему 2 он тогда был или третий когда мы только начали второй он сгорел вот это единственный минус который был забыла два года назад и с тех пор у них уже оборудование супер отказоустойчивое причем сгорел я так понимаю чуть ли не физически чуть ли не из-за нас ну вот да с тех пор все работает вообще отлично то есть там аптайм они говорят 99 процентов поэтому да обязательно попробуйте если вы еще не попробовали это супер дешево то есть вы главное попробуйте а там уже решите будете им пользоваться дальше или не будет ну да ну давай к нашему тогда значится хромиум блог гугл 9 февраля еще у нас такая немного протухшая новость но мы только сейчас осознали всю ее важность она кстати важная очень сказал что они завершают разработку спиди вот этого их протокола который на замену http 1 1 хотел прийти они завершают его разработку и последний его черновик ложится в основу http 2 так то есть ну да там очень можно здесь очень много технических деталей говорить но мы скажем практически вообще что это для чего это и как то есть вот например мы же веб-разработчики да никита и допустим знаешь мы вот очень часто пропагандируем такие методы как например собрать все в один файл не подгружать кучу джаваскрипт файлов потом использовать сиденьки и в принципе пытаться все там уложить в первые 14 килобайт да как нам виталий фридман замещал и вообще это делать круто почему мы предлагаем например вот в один файл все складывать потому что по умолчанию сейчас на http 1 1 есть лимит на 6-8 одновременных коннектов к одному хосту то есть если у нас на югуб дизайн ру все лежит и там слэш в пэн клут слэш какие-нибудь джески больше 6-8 файлов в зависимости от клиенты нельзя одновременно загружать поэтому как минимум очереди создаются вот эти о которых всегда говорят в http 1 и из-за этого если один файл грузится то у тебя остаются пустые места для еще одного css файла пара пары картиночек непосредственно самой страницы там и каких-нибудь еще аналитик чего ты ну то что ты физически не можешь куда-то собрать уже ближе то есть для того чтобы быстрее грузился сайт кроме того что 6-8 вот этот лимит http 1 1 он очень чувствителен к времени этого лага лейтенсии если угодно то есть в основном сейчас все вот говорят зачем делать там типа быстрые сайты если такой широкий канал у всех что как бы все быстро должно загрузиться самое сложное самое долгое это время отклика сервера то есть если сервер протупливает 300 миллисекунд то загрузка страницы ускоряется где-то на 6 не ускоряет замедляется где-то на 600 миллисекунд то есть пока сервер тупит потом пока это грузится и так далее то есть http 1 1 очень чувствителен к лагам поэтому в принципе если допустим все говорят что нужно использовать сиденьки мы сидя в россии используем допустим amazon s3 до для того чтобы быстренько раздавать с нескольких хостов то есть мы богатые люди но допустим мы богатые люди неважно какую мы сиденьку используем я amazon просто сказал это даже как бы ну не это даже не реклама потому что это стандарт де-факто уже во всем мире там кикстартер же используют а это кстати кикстартер это главный но так вот и если это все будет через какие-нибудь узлы проходить какой-нибудь ростов телеком я не знаю а там будет долгий отклик то все то что у нас там с многих хостов открывается там сидень 1 его в дизайн сидень 2 у нас это все пойдет по одному месту потому что все равно мы дольше будем ждать пока протупит ростов телеком и узловой сервер поэтому во первых нужно русскими сиденьками пользоваться то если таковые имеются дожди ну а придет http 2 не надо будет уже тогда получается когда придет http 2 ты сможешь все на своем его дизайн ru захостить и у тебя в мультипо будет мультипоточность наконец-то мультипоточность загрузки файлов некоторых по http протоколу и то есть ты просто у тебя с одного твоего сайта особенно с учетом того что там кроме мультипоточности придет еще иерархия какие-то запросы будут важнее других какие-то можно будет откладывать особенно с учетом того что уже давно есть такие атрибуты async и defer например для скриптов то есть они просто будут в самом конце загружаться и не влиять на первую загрузку страниц это будет все автоматически делать то что сейчас приходится делать руками ты имеешь ввиду она сама по себе умнее вся вот эта технология когда но но сейчас поговорим а я здесь уже сказал про сиденьки то есть это для чего нужно опять же если у тебя допустим на странице порядка 20 картинок даже если у тебя не все 20 лежат на сиденьке тебе нужно и ты загружаешь не с юб дизайн ru а с сидень . s3 . amazon avs . com допустим то все равно у тебя это очередь получается сиденьки позволяют несколько под доменов использовать то есть я когда макс сиден нам настраивал на юб дизайн будет полгода назад я три поддомена выделю сидень 1 . юб дизайн ru сидень 2 . юб дизайн ru и сидень 3 и тогда уже более или менее справляется но это конечно зависимости от количества статических ресурсов на странице но у нас из-за того что темка one используется у нас обзор на канале есть она очень крутая спору нет она дико модульная с ее помощью можно просто хрен собачий сделать у себя на сайте как мы сделали да но она много очень маленьких файликов подгружает отдельно и их там реально там порядка 30 30 я может загнул 20 скриптов поэтому нам нам это реально ускоряло загрузку в тот момент когда мы еще не смартейпом пользоваться а вот ты говоришь разделил это вообще-то рекомендую же до разделять то есть чем больше ты разделишь тем скорость это понимаешь это и есть вот грубо говоря все сиденьки сейчас продаются только из-за багов http 1.1 то есть только из-за того что у нас есть вот это ограничение на количество одновременных загрузок из-за тупых очередей которые нельзя менять в http 1.1 то есть все что делают сиденьки это увеличивают количество хостов ну и понятное дело у них отклик меньше потому что там супер железо так тогда разориться максиде ну вот им придется воздух как-то продавать когда http 2.0 уже вступит в силу а мы сейчас поговорим почему сейчас мы говорим мы сейчас поговорим о чем да в общем это сейчас же только черновик стандарта пока еще браузеры к этому подключиться пока все веб-сервера типа там nginx apache и и всяких кастомных но джиэсов подгуб под добавят модуль для http 2 ну то есть понятно что если бы это кому-то сильно выгодно надо было это можно было бы сделать там за полгода ну да но фактически сейчас это может очень долго тянуться то есть тот факт что сделали эти стандарты еще вообще ни о чем не говорит поэтому макс сиден еще успеет обогатиться да но они еще успеют придумать что они будут продавать как они адаптируются к http 2.0 какие красивые слова будут теперь говорить как они будут обосновывать что с ними будет сайт быстрее открываться хотя куда уже быстрее он у вас уже и так будет секунд где-то за 200 миллисекунд за 400 все это будет открываться если за кэширована вообще за 10 поэтому то есть ты сейчас вообще гришь что и степи 2 это вообще будущее какое-то такое рисуешь прям это силы но это круто если все нормально реализует ну понимаешь я тоже могу нам взять бумажку и как мы на твиттере ретвит или ok машин 2 great веб-сайт там и так далее would responsive images и все вот это и потом нажать компайл начать ничего не скомпилируется вот здесь примерно то же самое пока это просто стандарт так вот еще одно одно важное такое уточнение http 2 он будет работать с ттл ттл это на ssl на замену пришел короче говорят шифрование и во-первых из-за это причем принудительное то есть она обязательно все будет через https идти в идеале на http 2 вообще на любых сайтах ну тип того они требуют этого то есть всем придется или или всем будут выдавать сертификаты google который активно это лоббирует или я не знаю чё но все сейчас вот типа за то чтобы был шифрованный интернет потом правда я не ты слышал вчера новость была что американцы они украли эти ключи шифрования голландского завода сим-карт чё-то было ну то есть сим-карта это же просто грубо говоря открытый или закрытый ключ я не шарю но короче вот открытый наверное закрытый был только у операторов там у кого-то кто там передает твою инфу или что-то подобное короче говоря можно теперь весь трафик перехватывать между симка и башни чё-то страшно у всех ну вот да вот так же вот эти ттл ключи но тут они конечно по другому это все генерируется я тут не специалист но да это смешно короче говоря типа все будет зашифровано но сам факт того что это будет принудительно сам http запрос будет доль много больше весить потому что нужно ключ будет еще этот передавать и здесь вопрос здесь говорят чуть ли не гринписовцы что из-за этого очень сильно увеличится энергозатраты на шифрование дешифрование везде ну ты представляешь да насколько весь интернет сразу должен быть стать шифрованным его должны все дешифровать как-то даже если это на уровне по будет это там на сколько-то тактов увеличит процессорное время и это там сразу в сто тысяч миллиардов киловатт-часов за секунду все увеличится ага то есть что-то оно то есть ты говоришь быстрее будет на практике пока нет но оно быстрее но энергозатратней понятно и поэтому сейчас вот все на бродволы переходим и на прочие штуки и серверное железо переводим для того чтобы как-то экономить нам ресурсы планеты ну в общем это можно долго все обсуждать но суть в том что http 2 это типа круто я правда не знаю нам самим веб-разработчикам как теперь себя продавать потому что мы же как maxcdn делали у вас будет круто быстро и на самом деле мы просто обходили баги вот http 1.1 и собственно это единственное что нужно сделать вот с этим разобраться и хорошо веб-сервер свой настроить хостинг купить ssd туда засунуть все больше тебе ничего не надо чтобы у тебя сайт нормально работу но видишь я думаю что все равно если ты 6 напишешь даже на ищите пи 2 будет долго грузиться в любом случае css куизну плохо на пире же это понятно это уже многие научились писать хотя кого и обман ну ну да ну в общем я не то чтобы напрягся ну да но как факт вот здесь чувак который глава вот этого ай и т.ф. это типа интернет как же там какой-то короче исследовательской дворожить и я хочу попробовать зайти похож на звегенцам не надо сейчас он сегодня у него траур сегодня и больнин здесь не помню какой-то интернет исследовательский там эксплоринг там где-то на глава нравится дизайн таких сайтов которые очень старые про html но вот 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 да зато они вершат будущее на и вот он написал что типа все круто мы оправданную спецификацию чуваки из mozilla google и интернет-эксплорер то есть microsoft уже все заявили типа вау супер мы будем работать над имплементации да чувак круто не знаю почему apple все еще ничего не сказали но напоминаю и тим кук единственный к обаме поехал на саммит по безопасности возможно он сразу чем покруче они заняты да они заняты оба мы не знаю в общем в общем ждем посмотрим чем это все закончится переходим к следующей теме давай следующая тема называется вот пять five ways to be a beta в профессион статья кстати говоря я не знаю что за джейсон гарбер ты я так семью веб-девелопер сеньор хорошо очень пенсионер веб-девелопер сеньор помидор да 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 ты я так понимаю у уны вот этой взял статью на у нее но там он ее упоминает в конце у юны да у юна зру да я не знаю где я взял статью я думаю вот это она где-то грета она мне попалась и она такая она дискуссионного характера да дискуссионного вот чувак приводит пять самых главных как на его взгляд пунктов которые нужно знать чтобы быть веб-профессионал чем любому человеку начнем с того что но июхисторе ну он говорит о том что надо знать вплоть до того как развивался интернет как он как он начинался еще вот с 1945 книги читать практически знать кто такой тим бёрнер с ли то есть знать свои корни как говорится вот это первый пункт есть вещи на порядок выше слышно да да и он говорит что если вы будете это знать то соответственно вы сможете понять всю историю и прям до 21 века до смартфонов до всего чего у нас и ну это правильно то есть вот протоколы это же тоже такая историческая вещь как они разрабатывались и так далее то есть но вот как как работает высокого уровня протоколы чтп как работает там tcp и udp например более низкого уровня протоколы и понимая это ты как бы но вообще знаешь ты будешь крутой ты не только будешь крутой ты сможешь во первых все же по спирали движется ты сможешь понимать где чё будет дальше возможно какие-то тренды улавливать и возможно даже что-то сам придумаешь и встроишься в историю и потом о тебе читать буду но на что мы и надеемся да 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 но и медием но я думаю что тут он говорит о том что надо всего знать по чуть-чуть как минимум то есть всю свою область вот у тебя есть веб-дизайн должен знать все и про сайт и про css про джаваскрипт и про сервер и про базы данных и вообще вот 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 все чё мы это пропагандируем действительно у нас в паблике на вк постоянно новости вообще на разную тематику в том числе книги на разную тематику в которых как раз исторические экскурсы тоже есть то есть в принципе я да я у я считаю что нужно во всем как бы это сказать быть в теме что называется вообще всего потому что противном случае ты ты не знаешь что ты теряешь вдруг ты не тем занимаешься вообще вдруг ты администрирование серверов намного лучше тебе крон задачи какие-нибудь писать там ну и так далее и логи анализе как минимум это но и он называет плюсы что если вы там какой-нибудь тим лид то вам в любом случае нужно общаться со всеми да даже если вы не тим лид вот вы дизайнер вам в любом случае надо общаться и с программистами там и так далее если вы в этом не понимаете вы просто на разных языках дело даже не столько в общаться сколько он будет за вами работать если вы знаете что он будет делать вам будет проще ему как бы ну не в ущерб конечно там своему воркфлоу каком-то но как бы то ни было работе более слаженно и это будет быстрее вы быстрее будете выкатывать релизы все будут рады и счастливы то есть но это сложно переоценить хорошую слаженную работу команды следующий пункт respect those who came before you ну это похоже на первый пункт похоже что читайте книги про старых чуваков нет здесь именно про то что вот веб-дизайнер в почитайте те которые уже крутые ребята уже себя зарекомендовали он тут очень много полезных ссылок приводит на самом деле на людей вот и надо смотреть что они сделали уже и чем они сейчас занимаются чтобы понимать вообще о чем не только просто про ноу джиэс читать а еще и понимать что чуваки сделали еще с первого html там и как они выживали как они делали интернет круче и как с помощью них web просто в принципе это позволяет очень философски на вещи смотреть опять же все по спирали движется и поэтому но многие вещи как бы за которые ты сейчас сидишь там в интернете в коментах да и борешься потому что в интернете кто-то не прав возможно это все на самом деле проходящий какой-то тренд и ты впустую все время просрал и еда ты да и суета сует четвертый пункт вообще отлично респект ее один но это и так всем понятно на самом деле что он что самое главное сделать сайт ну свой продукт для аудитории не надо делать для браузера не надо делать под какие-то девайсы не надо делать для каких-то трендов надо знать какая у тебя аудитория и делать для нее продукт на это даже не важно это веб-дизайн или ты делаешь там не знаю что машины там корабли ну нужно аналитику смотреть смотреть кто твои пользователи как они предпочитают пользоваться причем здесь важно я немножечко ремарку сторону паула нашей любимой сделаю потому что ну у него недавно была статья о том что типа не надо спрашивать у чуваков чего они хотят если вы хотите сделать им круто не нет ты гришь спрашивать надо в смысле нужно общаться с аудиторией но никогда не надо чуваки а вот на сайте сделать такого цвета шапку или такого они не знают да это же еще стив джобс сказал люди не знают чего они хотят и должен им дать что они хотят ты лучше это понимаешь потому что у тебя есть аналитика у них нет аналитики он кажется сам за себя говорит и никогда не будет полной картины а у тебя на есть потому что у тебя есть аналитика ты просто видишь банально что больше читают и все ну да ты можешь в эту сторону работать корректировать это как тебе нужно там манипулировать в зависимости от их побуждений хороших или нехороших у тебя даже не то что у тебя и аналитика у тебя опыт есть просто еще с другими да да то есть не нужно думать что какой-то случайный дурак который тебе что-то написал он компетентный это к слову respect your audience нет он дурак и есть потому что он один тебе что-то написал да поэтому ну есть отдельные мнения людей которые там важны и нужны но в по большому счету работа с аудитория она вот она должна быть ограничена если если хочешь развиваться потому что если просто вариться в этом всем то можно на месте очень сильно застыть никто не знает что у тебя в уме еще там приготовлено что еще ты хочешь сделать а в большинстве случаев все реквесты они ограничены к это практической задачей которая человека стал в этот момент а сделайте видео вот про это это потому что ему надо послезавтра сдавать проект в котором нужно это использовать когда мы это сделаем видео там через месяц или через две-три недели к этом в очередь попадет у ему это даже уже не надо будет и никому это не будет надо потому что ему надо сделать там какой-нибудь он уже перестал заниматься разработкой до позиция стики к слову о нашем конверсейшене в твиттере поэтому да хрень это все респекте ауди но возможно еще что люди которые комментируют ваш продукт так скажем это вообще другие люди которые не не которые покупают или не которые пользуются услугами да да это тоже не стоит забывать что ты делаешь что вообще в принципе это же правило любых там творческих людей что нужно творить и что-то делать для какого-то абстрактного человека который вот перед тобой есть если ты одному ему хотя бы угодил и это сделано в соответствии с твоей философии тогда ты уже победил потому что в любом случае будут такие люди которых ты себе представь потому что ты их сам и формируешь и делаешь своим контентом так или иначе они как бы настраиваются на твою волну ну то есть часто же так говорят между настроиться на его волну и тогда ты проще воспринимаешь этих людей поэтому нужно и формировать свою аудиенс и вот но и последний пункт get involved ну то он причем разделен на несколько пунктов тут о том что надо посещать в там вот какие-то дизайн релейтед ивент то есть посещать какие-то тусы там где веб-дизайнер или дизайнер лучше даже устраивать и вот дальше он говорит если таких нет то устраивайте чё вы вот если 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 есть в как-то какая-то возможность разговаривать вот school or university чуваками которые учатся на этом на всем чтобы тоже понимать чего они думают вообще если я не что-то думал заинтересовать до заинтересоваться просу а собственно это и будет ваша аудитория потом если вы хотите какой-то ивент сделать да то есть нужно быть вовлеченным во все возможно это еще относится и ну то естественно к общению в интернете я думаю не только все связано все с другом конечно то есть нужно быть неравнодушным чуваком и да но в конце концов мы вот тоже собираемся wordpress митапу строить в челябинске да мы причем сначала замахнулись и гиги на чё на wordcamp да потом поняли что там много всяких как бы подводных камней каких-то условностей и прочего поэтому будем по правилам действовать несколько митапов проведем посмотрим во что это все выльется и вообще просто ну посмотрим время покажет как-то ты круто привел к следующей нашей теме как раз про wordpress так я поищу я только об этом думаю на закателе да расскажем чё там в wordpress за неделю произошло давай в 4 и 2 сделали тикет по поводу того что нужно эмоджи смайлики в ядро положить крутые ну мои до твои виды который twitter сделал open-source ну их вот их хотят внедрить в ядро я не знаю как это будет выглядеть то есть но возможно будет какой-то вот допустим я ставил плагин себе на в описании уру я ставил плагин в п в эмоджи one так и там просто в визуальном редакторе появлялась кнопочка добавить эмоджи и там ну такое всплывал как сказать список короче смайликов которые ты можешь вставить и после того как ты публиковал пост они все в пнг шички конвертировались можно было поддержку свечи включить да ну то есть это картинками она не переводилась фактически в дак собственно и вот этот twitter twitter то open-source но и свечки но это конечный шрифт просто и все да нет понятно что это круто то есть это к сожалению не будет нативные использовать штуки то есть это в юникод еще не включена ты в какой-то стандарт включено но он еще и он еще нигде поэтому вот нужно вот такое решение которое в картинке это переделывает но вот как бы а как будет то есть я буду писать типа знаешь там со специальными символами или как нет нет но вот я же говорю там был был выпадающий список сейчас есть вот этот плагин twitter emoji for wordpress мы если помнишь в том подкасте говорили про плагин github updater который с гитхаба может ставить плагин да 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 вот этот можно себе поставить и и что его нет в официальном нет еще это еще прям супер разработка а хотят сразу wordpress хотят сразу в ядро то есть это не будет отдельным флагином как вот был mp6 это админочка это вот разрабатывают здесь отдельно и вот все но здесь вот пишут про у тф про юникод то есть возможно здесь то все-таки по-человечески сделать не как в плагине vp emoji once и вот да они хотят причем я сейчас смотрю и place wordpress existence miles вы дышание new ones wordpress existence miles они только с джетпаком работают возможно вот эта штука тоже и в джетпак сожалению но мы опять же обсуждали что они гений со своим джетпаком да действительно тут можно только они имеют право не то что как вот google с android примерно так они это сделали они они имеют теперь право в этом будем позже чуть-чуть говорить об этом конфликте google с яндексом не на этой площадке не в подкасте поэтому да еще а еще обсудим с нашей аудитории будем engage или как get involved ну в общем вот вещь и плейс эмочи в статик имиджесин rss and email то есть только в рсс как и email ах будут статические эти а так все-таки они с юникодом попытаются как-то свою ну круто круто тогда да тогда ты просто будешь ну у меня на мэйке есть вот штука сейчас попробую показать ну-ка на чем показать в адресной строке что ли вот я могу control command пробел нажать и вот у меня вызваны эмоджи я просто их вот так пишу и все нифига себе так это смогу загуглить мишку ну и ничего не будет я вот кстати гуглю почему-то моде не ищутся пока нет пока нет но забивать дакты и ладно забивать ты же слышал про то что кока-кола в какой-то стране типа аргентина или где-то там ну-ка или нет они может быть запустили то и не знаю короче говоря они купили кучу доменов в какой-то доменной зоне . cw или что-то так вот нет-нет-нет-нет-нет что-то типа реально каких-то стран третьего мира так и потому что там поддерживаются эмоджи в именах домен но я мы не готовились к этому я не знал что не знал у меня хорошо и чё и чё ну ничего щас подожди кока-кола эмоджи я же загуглю нижний слой да нет это для чего делали я видишь на каком сайте это видео я понимаю на рассово верно они для чего как реклама потому что типа сейчас сейчас они бутылочки будут занимать нет-нет это все на билбордах сейчас подгрузится поэрто-рико жителям поэрто-рико предлагается за театре сгиб привычные символы заменены на смайл вот так . w.s и они это расшифровали как вы смайл и они накупили вот таких вот домена чтобы чуваки вот вещи там куча билбордов которые вот такое понял 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 то есть но я не знаю когда нас это ждет в каких-то вот нормальных доменных зонах вообще какой-то у них такой новый маркетолог пришел вот с этими штуками то что на банках писать разные названия да 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 это круто как это круто да ну вот вот может быть что-то такое будет но вот а тяга почему вообще про это вспомнили потому что эмоди нет а потому что не гуглицы да вот может быть вслед за кока-колой google тоже там чем включит у себя поддержку последнего и не коза хотя google наверно будет это не знаю если бы не сами нарисовали эти они бы включили так дело же не в рис а ну да я согласен да 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 они 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 свои перерисуют перейдут только тогда включи только для своей которые андроидные такие будут да скорее всего но в общем да вот будет в 42 уже прямо тикет открыли что надо в 42 мужики соберемся и сделаем поднапряжемся ну пусть поднапрягаются я только рад буду причем здесь пишут что будет справедливо только для тех которые на мускуле 5.5 плюс работают потому что ты же понимаешь что тебя в базе данных это хранить и нужно чтобы у тебя еще базы были нормальная свеженье не беспонтовых этих как это я забыл кодировок там cp-12-15-12 да там windows ски а именно вот у тф-8 ну так если ты хоть претендуешь соответствую ну на некоторых хостингах не таких крутых как смарт-эйп возможно еще старый mysql стоит и поэтому они не все перейдут куда мы сказали я надеюсь перейдут потому что хотя бы ради эмоджи смайли это последняя будет последняя капля так инфографика у нас есть по wordpress 41 то есть прям свежак 11 февраля запущено так 4.1 gets roughly one million downloads every two days plus adam mesmerizing stats короче говоря около миллиона загрузок за два дня каждые два дня миллион раз загружает wordpress 41 ты можешь себе представить это чудо дикие гиги цифры ну посмотрим еще диких цифр то есть wordpress но в декабре еще мэдмулин век заявил что 19.1 процента сайтов работают на wordpress если перевести это четыре с половиной процента всего интернета вау чуть-чуть это вообще опять же просто вот такие комментарии к этому надо подписывать 13 из 6 миллионов людей каждый день просматривают 600 миллионов страниц ну в общем это прям на это это слабо укладывается в голове миллион четыреста двадцать тысяч новых постов каждый день публикуются вордпрессовских здесь еще разные типы этих пост форматов показаны типа что там видосики музыка больше чем весь челябинск если бы запостил на каждый человек вот в челябинске даже бомжи хотя не бомжей мышь не переписывают я не знаю не знаю но ты думаешь они бы запастили что но мне кажется что если бы сказали что надо поставить рекорд что типа они бы то целый город запастил лату они будут очень сделали ну вот короче я про варпресс 4.1 что в основном каждые 152 дня релизит и вот да это 25 версия юбилейная кстати 4.1 каждую версию ну точнее в этой версии они добавили плюс 18 тысяч строк кода ну почти 18 тысяч строк кода и там ну вот да уже почти 400 тысяч строк кода в вордпрессе может быть не самым оптимального и понтового особенно если говорить об архитектуре базы данных из-за исторически того что там все посты ну да но не будем придираться работает и хорошо как любимая программа феда поговорка системных администраторов работает не трогай вот они не трогают но и у них там же совместимость очень хорошая то есть там круто все ну вот да про миллион может скали каждые два дня in spite of this number the newest version of for this is actually one of the least used once at the moment короче говоря на самом деле не так много обновились на 4 1 1 или просто на 4 1 почему интересно ну возможно там совместимости какие-то ломаются когда на четверочку переходила генами особенно если у тебя какое-то говно установлено супер старые какие-то комментарии не знаю какие там бывают какие нибудь там значит вукоммерсовские какие-нибудь корзины нет вукоммерс а именно кастомные которые еще для первого вукоммерса не для 2.2 как сейчас но может быть может быть но в общем суть в том что да вордпресс 3.0 к сожалению все еще шестнадцати семь процентов используют сайтов принудительно обновлять да понимаешь может быть и не нужно лучше принудительно их выключать потому что возможно это уже не поддерживаемые никем сайты они просто лежат потому что домен сразу на пять лет купили на main поэтому ну да о чем говорить но тут топ 10 вордпресс плагинов типа аки смит контакт форум 7 у нас есть видос на канале типа 10 самых лучших и плагинов по версии веб-дизайн я думаю все еще актуален мы ничего такого нового кардинального не придумали поэтому посмотрите у нас на канале ну смотри он сходится же в некоторых пунктах то не во всех я бы даже ска вообще не во всех паки не сходится а ну вот ю астовский плагин мы тоже используем next-gen галерейку мы уже слава богу не используем отвратительно хотя на самом деле ее можно кастомнуть написать там свой шаблончик по которому это все выводится но это так долго нудно и зачем поэтому ну как говорится целое дело да целое дело и нахрен надо это делать кастомайзер и тут темы ну естественно топ 5 тем это 20 12 14 11 13 и 10 соответственно 20 12 я не могу это просто держится ну видимо опять же в запал внешне нет в тот момент возможно был какой-то всплеск активности много нас создавали и так с тех пор и не трогали они на wordpress 3.0 все еще сидят вот эти 20 твой на 80 вордкампа в год 2014 году в 29 странах наш он бы быть здесь в этом году на нем московский был на московский добыл чем мы мы чё нам москва ну да где мы а где москва давай последняя тема надо как-то и голопом по европам уже у нас есть еще после последняя тема а мы уже сколько записи сейчас посмотрю да ладно уже 34 минуты мы тайминги потом расставим и нормально будет все значит наша тема мы кстати как-то сегодня очень затрагиваем ну то есть она мы иногда так проходимся иногда но он search engine и как бы мы-то с тобой те же еще очни кида а нашу аудиторию мы не сильно кормим этим делом потому что да просто банально это смысл это очень много до хрена целое дело опять же про это писать нормально для этого существуют отдельные люди которые этим занимаются поэтому вот здесь да здесь есть 6 акцентов которые надо сильно соблюдать всего в 2015 году хотя эти все акценты я бы всегда соблюдал но вот именно сейчас приперло я тебя перебью еще вот я вчера постил блок статей с я с точка ком опять же про веб-мастер тулс и ничего и я не понравились людям в принципе так что вот мы их потихонечку и что же подсаживаю ну да ну вот первый пункт я буду с русского читать потому что вы смотрите на английском без разницы наращивайте оптимизируйте мобильный трафик это естественно и до для 2014 для 2013 уже было супер актуально но сейчас вообще прям если у вас сайт мобильный и он хорошо сделан на нам и для мобильных платформ то естественно это конверсию очень сильно повышает для сио это прям круто круто подожди конверсия понимаешь я тебе так скажу есть типы бизнесов типа там промышленность металл да раз уж мы в челябинске находится но в которой много людей реально там же через секретарей все проходит через хрен кого пока там найди там какие-то предложения нам туда-то так и это ну короче говоря там с телефонов трафик мы с тобой работаем с одними такими ребятами там трафик с телефонов процентов 7 он ничтожен и поэтому до этого года до панды 4 обновления гугловского вот этого фильтра это было в принципе вопрос того какая у тебя аудитория но в тот момент когда google сделал панда 4 фильтр он стал рендерить сайты полностью до этого он только парсивая html теперь он их полностью рендерит и миссис джаваскриптом и css-ом и он учитывает выглядеть день как выглядит сайт для мобайл именно для мобайл да и ранжирование за этот счет меняет чуть-чуть если у вас крутой мобильный сайт в гугле будет выше . собственно да собственно тут даже и приложена ссылочка на google вот этот проверочку на проверку да 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 это именно в мастерах опять же добавили такую фичу поэтому с конца 2014 теперь это необходимость начиная с 2012 вы могли об этом задуматься если у вас есть аудитория мобильными чуваками да хотя бы под айпэд это все по оптимизировать потому что у боссов уже очень часто айпэды вот а теперь прям сильно надо потому что это фактически реально влияет на ранжирование но опять же понимаешь это в яндексе вот например не влияет пингвин да у яндекса не пингвин тоже гугловский фильтр ну в общем у яндекса это так не влияет а у нас у всех вот этих чок у металлистов я их так назову который металлом заниматься у них в основном все мужики с яндекса приходят видишь ранжирование в гугле она такое косвенную роль имеет поэтому посмотрим в общем задумайтесь реально чуваки вы даже может быть не столько возьмете за это денег когда делаете сайт клиенту отдельно за ну да я тоже зря но если не получится такое продать идея лучше все равно для себя заготовочку хотя бы сделать и сделайте мобильную версию потом вдруг ваш заказчик где-то что-то услышит вы скажете так вы зайдите с телефона на вас так уже мобильная и все у вас он класс и сразу наберете конечно он всем скажет что вы такие крутые ребята переходим к следующему пункту до ориентир на непопулярные поисковые системы типа бинг yahoo дагдагго вот вот мы кстати дагдагго недавно тоже рассматривали в подкасте вот на такие системы переходить поисковые почему конечно гугл я конечно и google яндекс рулит я согласен все все у нас яндекс сильно рулит google сильно рулит на западе на андроиде еще яндекс не сильно рулит подождем может зарулить как-то да 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 может быть вообще везде скоро зарулить но такие вот ребята типа типа файрфокса они берут и меняют с гугла на на яху например свой стандартный поисковик я помню помню да да или например мы даже опять же это чуть ли не в подкасте обсуждали мы с тобой здесь уже все обсуждали давно сидим в конце концов 26 выпуски действительно вот поэтому аудитория начинает идти в другие поисковики типа 5 тем более те кто сильно пользуются windows они возможно на бинг сильно подсядут вот с десятой версии винды а чё с 10 я на восьмерке уже два года у меня бинга я пользуюсь у первых интернет-эксплорером 11 10 какой там есть и бингом и ничего меня даже не ущемляет в правах он стал за последний год он стал прям вообще неплохо год назад он реально говно был то есть там особенно коммерческие не коммерческие брендовые запросы там до скейливались база сто лет я ее в дизайне мог найти еще полгода после того как сайт был и был добавлен в вебмастера хотя возможно и поторопился в бинг вебмастера он не добавлен я знаю какие клиенты у нас добавлены потому что прям мы ими сильно занимаемся а вот дизайнеру возможно добавлю надо сегодня добавить как-то ориентироваться на как там ска непопулярные поисковые системы ну вот непонятно еще apple они могут спокойно взбрыгнуть и сказать что давайте мы будем тоже яху использовать допустим по дефолту или потому что выбрать то там и яндекс уже можно из списка да по дефолту то есть на бинг это ребята из microsoft сильно ориентируются интернет-эксплорер яху сейчас firefox дагдагов возможно просто параноики которые боятся что за ними следят они используют поэтому на такие рынки тоже не надо забивать надо следить всего всего делать следующий пункт изменения системы оценки все в пользу рой у тебя там как написано да рой да но это о том на самом деле что не надо стремиться к первой строке поиска причем не то что надо стремиться к деньгам на самом деле да ладно да то есть если вы я хочу понять как рой расшифровать рой этом ты пока говоришь я буду это окупаемость инвестиций хорошо да это о том что сколько return on investment план да то что вернулось да ой ой я залез следующую тему ой предыдущую я уже по бабам которые испугались у них дворнички на машине заработали да это о том что вот вы в бухали очень много денег стали на первом месте по какому-нибудь запросу а по этому запросу вас не ищут или так ищут что потом ничего не покупая да ищут просто выходит то есть по запросу просто недвижимость вы продвинулись но это не те люди которые по низкочастотникам каким-нибудь недвижимость в калининском районе города челябинска они с большей вероятностью что-то купят поэтому ника не ориентируйтесь на просто статы кроме кроме если вы свое честолюбие не хотите потешить да потому что заказчики сейчас всем все больше она опять же почему в 2015 все более и более все знают про поисковики про первую строку мне надо быть везде а зачем они это не понимают потому что они это просто не делают вот а вы делаете сё вы знаете как как и как нужно зарабатывать деньги тоже знаете я надеюсь вы делаете сё я снимаю с тебя первые позиции как-то таскал я не могу но это это типа круто дальше целенаправленная работа социальными сетями все опять же хотят сильно платформу социальных сетях а вот а мы а как нам вот вконтакте а как нам это сделают причем не все не все это хорошо еще если хотят можно бабок состричь за это вот потому что иногда приходится это втюхивать вообще сильно втюхивать как не втюхуемое так просто понимаешь и опять же 2015 года все продвинутые стали но будем надеяться но понимаешь статья на интерплинар дат ком то есть возможно это не на западе скоро стоит применять к нашим с тобой реале но но тем не менее как бы да вот да они все хотят хотят сделаешь ты им сделаешь тупой перепост в какой-нибудь twitter все всего брендин потому что за больше они не заплатят но или тогда а надо-то работать с аудиторией люди хотят получать нормальную информацию что в твиттере что вконтакте что везде что в google плюсе даже но давай с тобой как-то отдадим должное у нас в принципе в области мы с тобой точно знаем много брендов работают напрямую с платформы социальных сетей и успешно так то есть крупные сети сети магазинов даже работают они там отлавливают фидбэк где-то на кого нахамили где там чё как и потом даже мы там сделали то 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 ну как же расскажи про вкусные акции у кого-то там у перекрестка или у кого там ты они картиночки еще просто вот сегодня там картошечка это тупой перепост не то что хоть я не знаю если им написать и сказать что мне кассирша александр сегодня нахомил будет ли что-то или не будет но тем не менее как бы то но то есть да слушать отзывы что пишет аудитория опять же работать нужно нужен человек нужно посвятить человека который будет этим заниматься но мы же для сеошников грима они есть эти люди нет нет нужен человеков в компании который будет с сеошником и с сэмэм щекам разговаривать типа чувак нам надо забронировать такую-то акцию там перепоменять там те-то те-то картинки то то сделать как это лучше сделать у нас есть такой-то контент обычно это все пытаются скинуть на тебя начальники за то что ты всей специфики не знаешь и за то что ты у него на окладе не сидишь у тебя не мотивации невозможности ни хрена вообще нет незнания бы да 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 и поэтому это все проваливается и у заказчика остается хреновое впечатление вообще о том чё как да 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 и поэтому следующим чувакам которые будут переделывать там сайт или что-то как то это им хреново придется но это я причем уже не знаю мы наболевшие что-то начали разного не да нет это у всех будет наболевшие как только не столкнуться на самом деле прям столкнуться как я сказал сего они все профессионалы где вы делаете все вы делаете сюда следующий пункт наращивания рабочих ссылок а не строительных но наверняка уже все кто увлекаются так скажем делают всего они знают что не надо закупать тупые ссылки злоупотребляют некоторые да тут еще пока только увлекается кто-то уже злоупотребляют да не надо закупать тупые ссылки вот за спамленной рекламой флеш приложениями как тут написано а надо покупать да какой покупать чё несу надо обрастать все правильно надо покупать но у хороших ребят да надо обрастать ссылками которые имеют вес большой какая-нибудь хорошая статья про вас в конце со ссылочкой на вас не надо 100 ссылок на одном сайте и черных надо в футере сквозных ну это я думаю вот именно с этим пунктом у нас люди хорошо вообще знаком про статейный маркетинг все давно уже знаю все в принципе уже понимают чё и как я думаю этот пункт можно не останавливаться у нас русская аудитория на ссылками не по на слухе русский рашен рашен линкс окей таргетинг ключевых слов последняя то есть это опять же возвращаясь к тому пункту про то что хочу быть на первом месте хочу быть да не надо не надо делать запрос которые сейчас вот все хотят вот там давай просто сделаем недвижимость и будем первым на первом месте по недвижимости давай скажем такими словами продвигайтесь по низкочастотникам это наиболее выгодно как с целью увеличения продаж и это они с целью увеличения посещаемости но если вы зарабатываете на показах рекламы то вам конечно надо в топ по высокочастотникам чтобы пока вам просто переходили по пока за показы вам платили бабки туда но если вы рекламщик у вас такое все должно быть это право вы не должны наш показать если вы реклама что вы какая с какая сейчас минута вы на сорок шестой минуте отвалиться и должны были если вы реклама сейчас она начали hdp 2 вот и тем более что аудитория опять же становится продвинута 2015 год все таки а уже люди в поисковиках не пишут просто купить айфон они пишут купить беленький айфон хорошенький красивенький они возможно уже пишут на века в прямо в новости кто подскажет где хороший телефон купить и кстати мы когда с тобой ходили на семинары по сэмэму мы get involved потому что да мы get involved мы с тобой ходим на ивенты разные так вот мы нам говорили о том что можно иногда просто смотреть кто чё спрашивает им отвечать от своего бренда типа вот у нас там в таком-то магазине вообще все круто приходите мы вам все подскажем вообще все да и замаливать грехи если и что-то кто-то говорит что вот там нам не понравилось это понятно исправим уволим до берем даже если ты не исправишь не уволишь и не уберешь то факт что ты чуваку ответил он это ретвитнет и всем вообще хорошо будет успокоил его да и он лояльность осталась прежняя ну давай давай к последней теме последняя тема нам спасибо за я к сожалению уже какой раз беру ссылку и не смотрю какой человек на это предложил и я не могу поблагодарить в подкасте человек отзовись в комментариях который нам вот это предложил спасибо тебе в общем сайт лендинг сделали 3 марта на олимпик стерьем я так понимаю я не знаю где на этом мы перешли к нашей любимой теме осмотр сайт осмотр сайта пристальный осмотр так давай с тобой я контролерну что медицинский осмотра показать что здесь есть загрузочка то есть вы заходите и у вас вот так грузится все работает без флэша меня на сафари нет флэша то есть это так тут музычка же заиграл я ее выключу так тут играет музыка в общем будет 3 марта матч лиги чемпионов четвертьфинальный между пахуча как-то в общем мексиканский клуб как клуб до футбол так и монреальский клуб импект импакты как там по французски но все там лиги там все смотрят пристально там короче говоря здесь плавненький такой скролл по плюсикам можно читать еще чего там как какого хрена это по пунктам прям читать можно и папа по каждому пункту есть вот плюсик здесь все аккуратненько так всплывает да я уже сказал что сделано это джава скриптом с помощью библиотеки гсап green stack что-то там короче это анимационная библиотека одна из топовых типа velocity гсап и тогда и причем вот именно создатели гсап опять же они очень часто ратуют за то что джава скрипт анимации сделаны правильно они быстрее чем с тесс анимации даже работают так то есть ты хочешь сказать значит отключим если мы сейчас джава скрипт ничего работать не будет гсап все гсап все конечно но это не честно если мы отключим джава скрипт и сейчас перезагрузим возможно просто скажет чувак выйди вон давай посмотрим не просто даже заголовок лодера не будет да но это плохо почему не сказали включите джава скрипт или обновите браузер хотя бы ну не не это для ребят которые смотрят футбол это уже будет вообще да согласен хотя я с чего интересно заходят ребята которые смотрят футбол вот я смотрю футбол с чего я захожу с банки пиво видимо с банки пиво нет с айпэда я же перед телеком сижу хотя я и с ноутбуком перед телеком сегодня не важно в общем здесь вот так вот все круто уау туда-сюда можно скроллить но то здесь по он скролл естественно по вот этому ивенту все биндится из-за этого есть некоторые подлагивания в сафари хотя в хроме тоже они есть поэтому я даже не буду загружать есть все адаптивно но в меру как бы сказать то есть я скажу в оправдание когда я заходил с телефончика они мне говорят переверни телефон в ландшафтный режим будет круче но это 480 у меня да и реально круче то есть но похрена что чувак здесь башкой закрывает он проедет и я смогу дочитать вон ту штуку то есть в принципе юзер экспириенс какой никакой есть то есть вот он она все более или менее по центру смещается и вот так вот что это лендинг да и он в пользу какой-то команды сделал как ты понял это я сейчас здесь пока не понятно потому что здесь можно на французском версию включить как ты думаешь в пользу какой команды похуде они жизни похуде ну они же здесь видишь и по хэштегу твитят предлагают видеть сейчас скажу какому черт здесь не сказал это смейки а в конце будет в конце будет новая проскроллим да то есть вода не сапа библиотека здесь дивы туда-сюда просто двигаются мэй а очень крутые бэкграунды нарисованы прям по стилю прям в роли еще все кучи пмг шик закинута из-за этого страницы весит довольно таки до хрена так мегабайт 9 сиденьки надо подключать mind подключен по моему вот вещь фэб эвэй геем фэбрии 24 чё-то вот эти надписи как сделаны которые всплывают пмг пнг это все картинки ну к сожалению да то есть вот первый матч ты же и понимаешь да что два мальчика когда и вот такой сет это в гостях у одних в гостях у других или сказать дома у одних дома у других вот поэтому два матча вещь и там и там будут один феврале один в марте там кстати звуки при скроле реагирует на жили с роли когда покрытие какое здесь фишность характеристики каждого стадиона еще здесь красиво нарисовано прям вот как в комиксах это круто да да спасибо еще раз чувак который предложил нам это мы прям виноваты что не запомнили здесь ключевой игрок как бы сказать фронтмен каждой команды алисон какой у него на взрос таких людей еще какая у него там длина рель манипулян но это в пахучи и игнасио на чё 5 за французов тот же самый похожи пахучий играет забыли было ну а крест вуден от без топ то есть по виктор и я не умею пародировать французский акцент на здесь что-то типа того получилось очень здесь вся конверсия на байе тикет и в конце тоже бою тикет да да здесь какое-то видео да какое-то давай попробуем я не пробовал включать с youtube с youtube маркос лео хистерии а у стадиона тут нам показывают какие они крутые сколько они побеждали да и хэштег марку он слюхи story то есть они хотят мы делаем историю кто твитит по этому хэштегу я не знаю если мы щас затвитим сюда мы попадем или нет ой мы уже никуда не выводим если мы затвитим она я согласен мы уже все ну вот в общем вот такой вот сайтик но своему бумаги тапасы он служит то есть конкретного для таких чуваков это будет вау-вау-вау даме то что они скорее всего с десктопов нормальных зайдут с выделенной видеокарты у них даже подлагивания никаких не будет потому что там же у нас все hardware accelerated да и купят сразу и тикицы и вообще классно будет ну посмотрим дай бог в общем я прям даже четверочку бы с плюсом этому сайту поставил башни ушли за пахучу нет я из-за монреаль не болею как-то мне это все они все не то в общем суть в том что но да я 4 с плюсом бы поставил и скажу почему не пять вверх потому что подлагивает так во вторых потому что не свиньи так кстати смотрите у нас он да смотрите обзоры нашей свиньи анимации него плавнее чуть-чуть были под едной и вот этом так вот конечно качество бы другое было то есть если бы векторе это отрисовывать то эти свиньи бы весили 100 тысяч миллионов мегабайт поэтому но пришлось бы чуть по-другому нарисовать а это уже было бы ну короче говоря да и свиньи это так это от лукавого и потому что не сказано включите джаваскрипт или обновите браузер вот это реально упущение буду сидеть и думать а я кстати иногда отключая джаваскрипт буду сидеть и думать какого хрена происходит ты от никита сколько бы по ну я да да причем я тоже наверное четыре с плюсом но видишь да хотя даже может пять с минусом просто видишь у ребят из европы я не знаю насколько я знаю из америки ребята возможно могут заходить каких-нибудь нет скейпов третьих но возможно в европе уже хорошие браузеры они уже с джаваскриптом включенными тут все так нет само собой практически один человек наткнется на это который из офиса зашел с 6 е ну и потом он дома нормально посмотрит и у него не будет никаких проблем я это так вот просто чтобы ну подлагивает объективно ну если бы у меня на ноутбуке работала прям хорошо то да а кстати наши оценки они влияют на что то я сейчас так говорю как будто мы судьбу решаем этих людей уволят их или не уволят после мы по голосу поворачиваемся да но я вот я бы повернулся наверно к разработчикам этих сайтов но я бы надеюсь что они ко мне пойдут ну ладно давай короче мне кажется вам интересно должно было быть даже час слушать наши разговоры только если мы тайминг поставим тогда интересно противном случае будет вообще противно ну ладно подписывайтесь на канал не только на канал подписывайтесь на вконтакте на твиттер на инстаграм на фейсбук найдем с ним подписывайтесь возможно мы урежем эти расходы они ни к чему не ведут так что да главное на ютюбе подписывайтесь ставьте лайки рассказывайте друзьям и всем удачного дня пока пока 55 минут но там обрезать нечего еще поэтому да